Девушки отдыхают Мы приветствуем вас в Доме Живых Историй. Сегодня снова с вами Николай Лазовский и Оксана Ратушная. Здравствуйте! Мы поговорим сегодня о служении Церкви. Девушки отдыхают Они получают спасение, освобождаются от зависимости и обретают новый смысл для своей жизни. Давайте посмотрим сюжет о Сергея Иванове. Беззаботная дворовая компания Сергея Иванова повзрослев стала сплоченной бандитской группировкой. На тот момент мне казалось, что это супер, это никогда не прекратится. Это хорошая волна. Определенное количество денег, которое позволяло себя хорошо чувствовать. Машины, бары, рестораны. Как это часто бывает в преступных кругах, Сергей начал принимать героин. Он как-то так помогал, он забыться, все-таки какая-то там и совесть же всегда, она присутствует у человека. Даже когда ты делаешь нехорошие вещи, все равно что-то внутри подсказывает тому сердцу, что надо же остановиться, надо прекратить такой образ жизни. Ну а наркотик это такая вещь, которая она просто, ты забываешься. Я не знал, что это как бы ходячая смерть, этот наркотик. То есть я вообще не понимал это. Ну и так постепенно, постепенно, не понимая того, что надо остановиться, пока не поздно, пока еще колодцы не начали, продолжали это делать. Ну и все, и когда уже прошло еще определенный отрезок времени, мы поняли, что все, уже назад дороги нет. За четыре года употребления наркотиков Сергей несколько раз предпринимал попытки остановиться. У меня хватало, ну на две недели. То есть три недели мучаешься, неделю, вторую, там на третью спать начинаешь только. Для того, чтобы потом две недели походить в депрессниках и опять у колодца пойти. А один раз у колодца это все. Целый день ты рассчитываешь какие-то дозы. Вот это весь смысл жизни. Последний год у меня был вот год тупика. То есть я остался очень изначал. Потеряв всякую надежду, Сергей опустился на самое дно. Но однажды он встретил своего давнего друга, который освободился от наркотиков, уверовав в Бога. Вместе с ним Сергей пришел в церковь на богослужение. Смотрю, бабушки какие-то, дедушки довольные, что-то улыбаются. Ну видно, что это как-то не наиграно действительно у людей, какое-то счастье. Ну а так как я уже за последние года четыре забыл, что такое смеяться и радоваться жизни, я настолько был впечатлен вот этими улыбками, этой радостью, что я сказался, я был здесь до конца. Мне плохо было, я весь мокрый был, все меня всего крутило, но я просидел с часу где-то до пяти, до полшестого. И когда пастор сказал, кто здесь первый раз, выходите, покайтесь, я не знаю, у меня просто пуля какая-то сила, как мячик, так раз, кинули туда с самого конца в самый вперед. Встал на колени. Со мной такое начало происходить. Я действительно начал просить у Бога прощения, ну начал каяться, такие слезы потекли, еще так по сторонам смотрел, думаю, боже, ну такой же, ну как это плакать, как мне не стыдно, ну еще кто-то заметит вдруг из знакомых, ну такие предрассудки. Ну не мог остановиться, действительно покаяние было такое искреннее, то есть супер. Я на третий день без всяких обезболивающих, без ничего, меня перестало ломать. И с тех пор вот я даже, ну меня даже в мыслях не было, даже, ну я не знаю, даже плана покурить, то есть, ну не говоря уже, то есть, не сиарет, ничего, то есть, я действительно познал живого Бога, который меня освободил. Я ходил по улицам, я не знаю, но это был, я был в шоке, я останавливался около дерева, почки эти распускались, и я остановился, думал, где я был всю жизнь, я никогда в жизни этого не видел. Ну я начал радоваться, короче, жизни, вот так вот. Появилась улыбка на лице, то есть, появилась, ну, не знаю, я стал так всех любить, я начал с темы взвания, и говорит, пацаны, есть Бог, есть выход. Потому что я понял, что если Бог смог меня освободить, то ему не трудно освободить всех вот этих остальных, которые, ну, ребят, которые страдают. Поэтому я сказал, что я буду служить тебе, Бог, я буду помогать тебе именно в том направлении, откуда ты меня вытянул, вот именно в том. Сергей стал служить в христианском центре реабилитации для наркозависимых, где каждый день видел Божьи чудеса – освобождение от наркотической зависимости без ломок. Когда за меня помолились, то я почувствовала, что у меня ничего не болит. Только была вот такая слабость, может, усталость немножко, но не было боли в костях, не было вот этого такого озноба какого-то, все прошло. Сергей помог Лене укрепиться в вере, став ей настоящим другом. Бог из меня сделал любящего мужа, то есть внимательного, потому что я не умел быть внимательным. Когда сегодня я оборачиваюсь вообще на свою жизнь, я просто влюбуюсь тем, насколько мой Бог велик. Вот уже семь лет Сергей живет без наркотиков, радуясь тому, что делает Бог в жизни других людей, благодаря любви и молитве церкви. Вы нуждаетесь в освобождении. Мы хотим помолиться за вас. Дорогой Небесный Отец, ты видишь каждого, кто сейчас молится вместе с нами. Мы просим тебя, коснись тех, кто находится в зависимости, в зависимости от наркотиков или алкоголя. Тех, кто желает избавиться и жить новой жизнью в свободе и радости. Во имя Иисуса Христа благодарим тебя. Аминь. Аминь. Позвоните нам или напишите. А мы встретимся через минуту, чтобы продолжить разговор о служении церкви. Далее в программе. Служить преступникам и их семьям стало делом ее жизни. И каждый человек имеет неповторимую душу. Всем больно. Все плачут. Всем нужно слово ободрения или утешения, когда кажется, что больше невозможно терпеть боль. Если вам нужна помощь, позвоните или напишите нам. Наш адрес 123-423, Москва, Д423, абонентский ящик 1, Дом живых историй. Телефон 8 800 299 88. Бесплатный по России. Елена Пятилетова родилась в семье верующих. Ее прадед погиб на Соловках, но от своей веры не отрекся. В школе Лена отличалась от сверстников нетерпимостью к жестокости и жаждой справедливости. Повзрослев, Елена стала членом партии, получила высшее техническое образование, родила двоих детей. Однажды статья в журнале «Новый мир» об издевательствах в подростковой колонии потрясла ее до глубины души. В сердце Лены зародилось желание служить таким людям. Я хочу познакомить вас с Еленой. Здравствуй, Лена. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, что так сильно задело тебя в той статье? Я очень люблю детей, и прочитав эту статью, было очень больно видеть, как один человек издевается над другим, как одни подростки издевались над другими. Этого мальчика опускали в выгребную яму, выстраивали делать немыслимые вещи, избивали. И это очень сильно потрясло меня, и мне захотелось в тот момент все бросить и бежать туда, и чем-то помочь этому ребенку, потому что у меня тоже уже в это время была маленькая четырехлетняя дочь. Я знаю, что ты сейчас, вот как служитель церкви, ты помогаешь, действительно помогаешь таким людям. Расскажи, а как ты пришла в церковь? Бог жил в моем сердце всегда, хотя я не осознавала этого. Я была атеисткой, увлекалась астрономией, но всегда в самые трудные моменты моей жизни я обращалась к Богу. И я очень любила читать, и в то время, когда я росла, Библии не было. И когда она появилась, мне очень хотелось получить эту Библию и почитать. К сожалению, ее достать было невозможно, а когда она у меня появилась, я начала читать и ничего не могла понять. Я читала, и после пяти-шести строк я просто откладывала ее в сторону. Однажды я случайно попала на курсы по изучению Библии. Мне очень понравились люди, которые были там. Они были открытые, радостные, отвечали на все мои вопросы. И я потихонечку стала понимать то, о чем написано в Библии. И потихонечку, изучая Библию, я пришла к Господу. Лена, скажи, пожалуйста, а почему ты именно таким людям служишь? То есть именно людям, находящимся в заключении, их семьям. Почему именно этим людям? Вначале эти люди пугали меня очень сильно. Когда я была еще неверующей, я просто боялась, я понимала, что это угроза для общества. Эти люди выходят, они не становятся в тюрьмах лучше. Они могут убить меня, ограбить моих детей, моих близких. Это было просто для меня страшно. Потом, когда я пришла к Богу, я просто поняла, что они очень нуждаются в Боге. Я уже перестала их бояться, очень хотела прийти, рассказать им, что Бог их любит. И что именно из-за таких людей Господь пришел на землю для того, чтобы исцелить этих людей, исцелить их сокрушенные сердца. Бог потихонечку готовил меня к этому служению очень много лет, показывая разные ситуации, обстоятельства, и давал любовь к этим людям. Это люди зачастую всеми брошенные, оставленные, на десятки лет, забытые всеми. Очень редко, когда приезжают родственники. К мужчинам еще ездят иногда жены и мамы. Женщины-то вообще брошенные. Они никому не нужны. И любое внимание со стороны людей, со стороны мира, очень важно для них. И я еду и говорю им о том, что Бог любит их. Если они всеми забытые, брошенные, то Богом они не забыты. И Бог их любит сегодня точно так же, как Он любил их раньше. И то, как они совершили преступление после этого, и будет любить их всегда неизменной любовью. Эту любовь я стараюсь являть этим людям. Очень важно для их семей, для родителей, когда кто-то любит их сыновей, когда кто-то заботится о их сыновьях. И они тоже приходят к Богу через такое служение. Что касается преступника, который сидит за свои грехи, за свое содеянное преступление. То есть зачем помогать такому человеку? По замыслу Бога каждый человек – это неповторимое творение Божье. И он создан по образу и подобию Богу. Любой человек. Преступник ли это, бомж. Или это больной, это инвалид. Все мы созданы по образу и подобию Бога. И мы очень важны, каждый для Бога. И для каждого человека Господь доложил талант, который он может развивать. И каждый человек имеет неповторимую душу, неповторимую жизнь свою. И то, что он попал в такие трудные обстоятельства, для Бога это не важно. И Господь хочет, чтобы любой человек покаялся и пришел к нему. И жизнь любого человека, даже там, за решеткой, может измениться. Я это вижу на практике. Во многих колониях сейчас есть церкви, где преступники, убийцы, которые покаялись и приняли Бога в сердце, они имеют радость. Они говорят, что мы свободны, и там, за решеткой, мы уже имеем свободу. Конечно, им важна физическая свобода. Но самое главное, это когда они имеют духовную свободу. И вместе с Богом они получают эту свободу. Лена, я много раз слышала выражение, вот моя свекровь говорит так, и многие люди так говорят, восклицают. Вот если он убил человека, ну то есть он убийца, я не верю, что он покаялся и вот так уж прям изменился. Видела ли ты в своей жизни такие изменения? Я говорила точно так же. И чем больше я утверждала и говорила, тем больше Бог давал противоположные вещи. Когда я заявила, что я никогда не возьму человека, освободившегося на свою работу, это же ужасно, это страшно. Но человек, ну я понимала, что он может принять Бога в сердце, но что измениться преступник может, я в это не верила. Но на самом деле, как только я это заявила, через два месяца у меня уже работал человек, который освободился. Конечно, и проблемы тоже с такими людьми есть, но я знаю, что очень много людей, лично я знаю, которые приходят в мой дом, которые общаются с моими детьми. Я оставляю ключи от квартиры. Они остаются с моими детьми, с моим ребенком, с сыном. Это люди, которые знают Бога, которые служат Ему, которые любят Бога. И жизнь их полна Богом, полна счастьем, радостью. У них есть хорошие семьи, они имеют работу. Это нормальные люди, которые вернулись в общество и стали нормальными гражданами нашей страны. Какая ты счастливая, Лена. Ты столько счастливых судеб наблюдаешь, столько измененных жизней. Вот это часть твоей работы, этот прекрасный календарь. Скажи немножко просто об этой работе. Просто мне захотелось порадовать там людей, которые находятся в колониях, которые видят только решетки, стены. Мне хотелось бы сделать, что для них хорошее. И Бог положил на сердце выпустить календарь. Этот календарь для любого человека. Он интересен, там много интересных статей, рассказов, свидетельств людей о изменении своей жизни. Живых историй. Да, живых историй. Но мне захотелось, чтобы эти люди могли увидеть мир вокруг, чтобы они могли видеть красивые виды природы, чтобы жить этим, чтобы хоть чуть-чуть им стало легче и радостней. Потому что зачастую половина людей там находящихся, это люди, которые случайно попали, первый раз оступились. Им необходимо подняться и двигаться дальше. И вот Бог положил на сердце, чтобы выпускать такой календарь для радости этих людей. Он очень красивый. Я видела, какой он внутри красивый. Лена, спасибо тебе огромное за участие в программе. Спасибо. Мы еще встретимся, я надеюсь. Да. Дальше в программе. Вы знаете, что предназначение церкви – являть миру Божью любовь. Иисус Христос не осудил грешницу, взятую в прелюбодеянии. Не осудил, но сказал, иди и впредь не греши. Так и мы, подобно Ему, не будем судить друг друга, помня о том, что есть на небе судья праведный. Давайте вместе помолимся. Вы можете повторять за нами. Дорогой Небесный Отец, прошу Тебя, прости мне все грехи мои. Я верю, что Иисус Христос – Сын Божий, что Он умер за меня на кресте и воскрес к моему оправданию. Дорогой Иисус, войди в мое сердце. Измени там все. Измени, Господи, всю мою жизнь. Прости мне все мои грехи. Очисти меня от всех последствий этих грехов, от всех болезней. Освободи меня от зависимости. И дай мне самой забыть об этом и начать новую жизнь. Держа Тебя крепко за руку. Благодарю Тебя за Твое спасение. Мой драгоценный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Это только начало вашего пути с Богом. Найдите церковь, потому что вам не обойтись без ее поддержки и внимания. Люди в церкви помогут вам укрепиться духовно и стать сильными верой. Мы встретимся через минуту. Далее в программе Сергей Гусыч отвечает на вопрос телезрительницы. Никто не приходит в церковь с совершенным человеком. Если эти люди выглядят счастливыми, то только потому, что таковыми и являются. В Боге они нашли ответы, которые искали всю жизнь. Если вы хотите узнать больше, пожалуйста, позвоните или напишите нам. К сожалению, многие люди хотели бы прийти в церковь, да не решаются. Из-за чего? Телезрительница из Тамбова написала нам. У меня очень много проблем. Болеют дети, внук, мама. Я в отчаянии. Не знаю, откуда ждать помощи. Помогите мне правильно обратиться к Богу. Очень хочу, чтобы Он меня услышал. Я в церковь не хожу, потому что не знаю, как себя там вести. Мы попросили нашего друга, консультанта по вопросам семьи Сергея Гусыча, ответить на этот вопрос. Давайте послушаем ответ. Церковь является телом Христовым. И поэтому нельзя обратиться к Богу и не обращаться к церкви. Это одно целое. Написано, что Иисус является главой, а церковь — это тело. И все равно, в любом случае, чтобы иметь отношение с Богом, кстати, Бог придет за церковью. Не просто за отдельными верующими, а за церковью. Поэтому и нужно прийти в церковь. Это первое. И второе. Никто не приходит в церковь с совершенным человеком. Поэтому придя в церковь, она научится. Тем более, каждый человек, который начинает что-то новое, он чувствует неуверенность. И когда человек обращается, начинает что-то делать, мало-помалу, все у него получается. Будьте в церкви, потому что это заповедовал нам Иисус Христос перед Своим Вознесением на небо. А мы прощаемся с вами до следующей встречи в Доме Живых Историй. И оставляем со стихом из Библии. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Спасибо. 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 Спасибо.